следующая задача 25 последний километр пути перед остановкой поезд преодолел за 250 секунд какова была скорость поезда в начале торможения вскоре не поезда считать постоянно вообще вот этот тип задач уже довольно старый последний километр пути и так далее но редакция задачи новая поэтому поэтому запишем что у нас получается на сдану время и она расстояние последний последний километр пути то есть ответством после этого дела остановился получается с у нас будет равно 1000 метров и нужно найти нам соответственно скорость которая была в начале этого пути на самом деле можно было то найти довольно просто по известной формуле путь есть средняя скорость на время на вот есть такая у нас формула средний на а в средний при равно скором движении считается таким образом в нулевое плюс в пополам то есть начальная скорость плюс конечно пополам данном случае у нас получается мы можем записать что конечная скорость равна нулю в данном случае получается вот так в нулевое это пополам но мы применить эту форму не можем потому что в кодификаторе ее нет в кодификаторе есть только такая формула что говорящий о том что разность квадратов скоростей в данном случае у нас вот так будет равняется 2с и отсюда и отсюда при условии что у нас в 1 равна нулю мы можем сказать что в нулевое в квадрате равно 2с дальше дальше с другой стороны что такое ускорение ускорение это есть разность скоростей то есть данном случае это вот так напишу дельта в деленное на т за промежуток времени в течение которое это изменение произошло в нашем случае скорость бесконечная 0 значит изменение скорости равно начальной скорости и тогда если мы это сюда поставим то у нас получится в нулевое в квадрате равно 2 вместо а мы пишем в нулевое здесь скорости мы можем сократить с обеих сторон скорость нас не равна нулю поэтому можем сократить и получается что в нулевое равно 2 с делить над и то есть на самом деле то же самое что отсюда следует вот из этой формулы у нас сразу получалось что вы нулевое равно 2с делить над и на 5 же примере говоришь что применить мы ее не можем эту формула и напишу эту формулу без вы вода на егэ нельзя и потому что ее нет в кодификаторе но это есть это есть соответственно отсюда мы ее выводим так ну и что у нас получается у нас получается что в будет равно 2 умножить на тысячу и разделить на 250 секунд это получается две тысячи получается 8 получается 8 метров в секунду это ответ двигаемся дальше задача номер двадцать шесть это у нас была задача номер двадцать пять дальше задача номер двадцать шесть делим говорится так такое условие сколько фотонов видимого света с длиной волны на сорок пять микрона попадает на сетчатку глаза за две секунды если мощность поглощенного сетчаткой звучит на этой длине волны составляет один девяносто восемь на 10 минус семнадцатый ватт а дается нам что дается мощность излучения дается дается длина волны 45 крона и дается время 2 секунды надо найти число фотонов падающих и сетчатку так что такое мощность мощность как известно это энергия деленная на энергия за единицу времени на какой-то так я уже написал ты значит за время ты пишешь что такое энергия в данном случае энергия излучения равна сумме энергии всех фотонов которые излучаются которые в этом потоке находятся соответственно мы берем количество этих фотонов а энергия одного фотона как известно равна считается аж то есть постоянная планка на частоту но посылка у нас здесь дается не частота а длина волны мы соответственно ее можем сразу записать что это будет аж здесь цель на лямб вот теперь это все мы соединяем и и и что там надо найти сколько фотонов падает да сколько фотонов падает так отсюда нам n надо выразить n будет равно энергия на длину волны и все остальное вниз идет а именно h и c но нам дается не энергия а мощность мощность это соответственно будет p умножить на время то которое нам кстати поддается что получается p умножить на t умножить на лямбда разделить на h и на c надеюсь конечно придется без калькулятора не обойтись так записан 1.98 на 10 минус 17 так время 2 секунды длина волны мы запишем как она есть 0.45 на 10 минус 6 степени так постоянная планка если мне память не изменяет 6.6 на 10 минус 34 степени и скорость света 3 на 10 соответственно 8 степени а дальше вот это мы все считаем сейчас я посчитаю сначала степени получается 34 минус 17 будет 17 с плюсом 17 с плюсом минус 6 получается 11 11 минус 8 получается 3 здесь будет порядок 10 в третьей степени умножить 10 в третьей степени умножить а число число я сейчас найду на калькуляторе так найдем число на калькуляторе 1 98 умножить на 2 умножить на 0 45 разделить на 6 и 6 и разделить на 3 получаются 0 0 9 о как ровно 0 0 9 девять сотых умножить на тысячу получается 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 90 90 чего 90 штук все это ответ получается в этой задаче за 2 секунды падает всего лишь 90 фото все решили